Только что забрал клиентские аксессуары. Здесь находится литиевая батарея на 150 ампер-часов. Это багажник и еще аксессуары по мелочи. Сейчас буду все вскрывать, проверять и если все хорошо, то буду уже отправлять клиентам. Только что вскрыл коробку с литиевой батареей. Здесь указано 72 вольт, 150 ампер-часов. Год производства 5 мая, 2024 год. Сегодня, это Аня, вчера. Сегодня, 6 мая. Они делают эти батареи под заказ на производстве. 84 вольт, 15 ампер. Затем 1350 ватт. Сегодня, 7 мая. Сейчас 13.01. Еду в магазин отвозить литиевую батарею на 150 ампер-часов. Будем устанавливать на электроскутер RyanBot M95C белого цвета. Сейчас 13.14. Только что привез батарею. Сейчас ребята освободятся и будут устанавливать на электроскутер E300P. Ждем еще контролер. Завтра должен прийти и будем уже готовить к отправке. Давайте быстренько посмотрим визуально. Это все пыль. Ну, здесь разобрали корпус. Никаких повреждений и царапин нет. Все целое. Потом еще функционал проверим, когда батарею установим. У E300P есть встроенный динамик. Небольшой. Так, 13.21. Загнали электроскутер на стенд. Сейчас будут разбирать и устанавливать литиевую батарею на 150 ампер-часов. Потихоньку разбираю корпус. Уже не впервые, поэтому знаю, как разбирать. Почти все разобрали. Сейчас будем устанавливать батарею. Все уже разобрали, подготовили для установки литиевой батареи. Установили уже батарею. Осталось ее подключить. И также заменим контролер на улучшенный. Затем обратно все соберут, весь корпус. И будет готов. Только что забрал еще клиентские аксессуары. Клиент на свой E300P заказал вот такие вот защитные дуги. Вот они. Они будут защищать корпус. Типа вот таких труб. И еще аксессуары по мелочи. Сейчас буду все вскрывать, смотреть, проверять и собирать уже на отправку. Давайте смотреть аксессуары клиента, который заказывал себе электроскутер Ninebot E300P. У него здесь, значит, защитные дуги. Здесь находятся защитные дуги для корпуса электроскутера. Полный комплект. Так, доставать не буду. Сейчас поеду в магазин, попробуем сразу установить ему. Затем накидка на электроскутер черно-зеленого цвета. Держатель для телефона на зеркало. Затем здесь пленки на дисплей. И закленное стекло. Полный комплект тоже. Здесь находится спинка сиденья. Черный матовый цвет. Резиновый коврик под ноги. Хорошего качества. Очень толстый. И материал приятный на ощупь. Также под заказ сделаны документы и заводская табличка. В принципе, все клиентские аксессуары Ninebot E300P я собрал. Сейчас отвезу в магазин и посмотрим, то что можно будет установить сразу. Сразу же и установим. Скорее всего, вот эта коробка уедет вместе с электроскутером. Здесь коврик. Коврик можно сразу будет положить. В общем, посмотрим еще. Здесь находятся аксессуары клиента, который заказывал себе белый электроскутер Ninebot. М95C. Давайте вместе посмотрим, что здесь. Это белый багажник. Крепление я возьму с магазина. Затем металлический полик. В принципе, на каждом видео показывал. Уже видно было. Здесь ветровое стекло. Тонированное вроде как 50 сантиметров, если не ошибаюсь. Здесь держатель для телефона. Затем резиновый коврик с логотипом Ninebot. Тоже хорошего качества. Резина приятная на ощупь. Затем накидка на электроскутер. Плюс замок, чтобы не украли. Можно закрепить за перенее колесо. Либо за... Нет, перенее колесо. В принципе, это все и есть аксессуары. Белый багажник. Здесь полик и крепежные винты. Затем сюда ложу... Я сверху положу коврик. Вовнутрь положу накидку и держатель для телефона. Как обычно, своим клиентам иногда кладу разные аксессуары. Здесь я положу адаптер для зарядки. С китайской на российскую. Затем цветоотражающие наклейки под два комплекта белого и красного цвета. Можно еще тряпочку положить. Для ухода за корпусом. У меня их много, поэтому совсем не жалко. Все, сейчас закрываю и буду обратно все запаковывать и отправлять сейчас. Это у нас металлический полик и крепежные винты. В принципе, все целое, все хорошо. Открыл просто проверить. Сейчас обратно все упакую и заклею. Это защитное тонированное стекло ветровое. Здесь крепежные элементы. 50 сантиметров высота. Самая максимальная. В принципе, все собрал уже. Все готово на отправку. Клиенту еще положу чехол для NFC-карты. Кожаный. Хорошего качества. И защитные пленки для дисплея на руль. Пригодится, думаю. Все уже собрал и упаковал. Сейчас буду выезжать в магазин для отправки электроскутеров. Сейчас 18.37. Только что приехал в магазин. Сейчас будем клиенту устанавливать защитные дуги на электроскутер Е300П. Сейчас клиенту на Е300П устанавливаем защитные дуги. Защитные дуги устанавливаются на штатные места. Все необходимые крепежные элементы есть в комплекте. Клиенту также заменили контролер на улучшенный. Это на 350 А. Только что закончили установку защитных дуг. Смотрится довольно неплохо. Сейчас будем производить установку батарей. Клиент заказал себе дополнительную третью. Всего будет три батареи. В данный момент производим установку трех батарей. В сумме получается 81 А. Батареи уже установили и подключили. Также клиенту устанавливаем отделение в багажник для третьей батареи. Зашел в клиентский аккаунт. И сейчас будем производить привязку электроскутера Е300П. Также будем сейчас настраивать его. Установили дополнительное отделение в багажник. Здесь находится третья батарея. АБС тормоза. Сейчас производим настройку электроскутера. 150 км в час. Это с замененным контроллером. С разным он разгоняется до 130 км где-то. Только что настроили все. Сейчас немного проедутся. Проверим. Нифига себе он с места не идет. Только что прокатился на Е300П. С места едет очень бодро. Прям подрывает с места. Мотор колесона 3000 Ватт для клиента, который заказывал себе М95С. Также беру с магазина покрышку. Клиентский Е300П готов к отправке. Уже отключили питание. Все настроено. Сейчас дополнительно заматываем в пленку, чтобы в дороге не поцарапался корпус. Также в этот раз хорошо замотаем кнопки, чтобы они не повредились тоже при доставке. Зашел в клиентский аккаунт. Сейчас будем привязывать белый электроскутер на НБТ М95С. Сделали привязку. Здесь оказывается батарея не заряжена. 23%. Здесь установлена новая литьевая батарея на 150 Ач. Также клиенту заменили контролер. И клиент попросил также отправить ему мотор колесона на 3000 Ватт. Здесь в комплекте мы положили ему дополнительно новый контролер для мотор колесона на 3000 Ватт. И также на этот электроскутер установлен улучшенный контролер и заменен предохранитель на 100 А. Так, все уже подготовлено. Здесь находятся клиентские аксессуары. Также вот Е300П готов на отправку. И М95С белого цвета. Также отправляю электросамокат клиенту в Москву. Здесь аксессуары. И вот он М95С белого цвета. Только что загрузили два электроскутера Ninebot Е300П и М95С. Плюс аксессуары все клиентские. Машина сейчас будет выезжать в Гуанжоу на склад для дальнейшей упаковки и отправки уже клиентам в Россию. Если вам нужен любой электроскутер из Китая, вы можете обращаться ко мне. Ссылки для связи со мной я оставлю в описании под этим видео. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.